Трэм подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня вообще-то я хотела с вами порассматривать газетки, которые пришли мне в почтовый ящик. Но, видимо, этому не судьба случится, потому что, как выяснилось, мне одной газетки рассматривать скучно. Мне нужно, чтобы кто-то со мной их комментировал. Вот. Поэтому я просто расскажу вам о моих походах в дневной стационар. Если вы захотите, я, конечно же, сниму обзор на газеты, но мне нужно тогда с кем-то его снимать. Поэтому я буду искать человека, с которым можно снимать обзор на газеты. Короче, я хожу уже месяц в дневной стационар. Меня направили в него из ПНД, в котором я зарегистрировалась где-то полгода назад, наверное. Это то ПНД, о котором я рассказывала в телеге, ссылка, кстати, в описании, можете подписаться там. Я выкладываю периодически карту дня и периодически выкладываю то, что ощущаю там от лекарств, от вообще окружающего мира. Это как раз ещё тот момент, когда там была вот эта вот врач, которая говорила, где твоя душа. Я потом второй раз туда же пришла, потому что мне стало прям совсем-совсем плохо. Я думаю, ну чем чёрт не шутит? Взгляну ещё раз. Если опять та же, нафиг буду менять. Но там была нормальная девушка, она меня направила в дневной стационар. Мне дали письмо счастья в Хогвартс такой. Сова принесла письмо, мне его надо было отнести в стационар. Меня там зарегистрировали. В первый раз меня не регистрировали, во второй раз, когда я повторно вот уже сейчас вставала, меня зарегистрировали. То есть там прям папочку завели. Потому что в первый раз там выписывали пробные лекарства. Там одно, второе, третье. Но так как в основном там лечится по две недели, там две-три недели, мне удалось сходить, по-моему, раз шесть, наверное. И я не всё успела сделать. У меня там ещё назначен психотерапевт, психолог, все вот эти вот дела интересные. Вот, поэтому, короче, я записалась повторно, мне выписали пропуск. Не знаю, зачем пропуск, потому что меня как бы без пропуска туда пускали. Я просто говорила, у меня у нас стационар, и всё. Предлагали лечь на постоянный стационар. Ну, не дневной, а там типа сутками. Сутками сидишь, лежишь просто. Но из-за того, что я работаю, я не могу себе позволить такую роскошь. Вот, и интернет там тоже, ну, как бы его нет. Нет интернета, нет вообще ничего. То есть я не так-не так работать не смогу. Поэтому просто приходится мотаться через там каждые четыре дня, через три-четыре дня в дневной стационар. Но это лучше, чем терпеть всякие вот эти вот всплески эмоций, постоянные эмоциональные качели, вот эти вот ямы, раздражительность, агрессивность и плаксивость просто не из-за чего. Кстати говоря, если у вас постоянно плохое настроение, возможно, возможно, вам тоже лучше сходить в ПНД. И если у вас есть сомнения идти вам или не идти в ПНД, пишите об этом в комментариях, и тогда я сниму видео, в котором поделюсь своим опытом о том, как я ходила в ПНД, как я хожу в ПНД, да, о том, как я хожу в дневной стационар, какие там нюансы, отмечается ли это где-то или нет. В общем, вот, как-то более развернуто. Освещу эту тему. Вот, и, короче, там выдают лекарства вот в таких пакетиках, на них пишут названия. У меня сейчас этих пакетиков четыре, потому что у меня вольпроевая кислота, туда еще какие-то два лекарства. Одно, которое мне надо пить три раза в день. Вольпроевую кислоту мне надо пить три раза в день по два пакетика. Это, то бишь, полторы тысячи грамм. И одно лекарство утром, одно лекарство вечером. Потому что от него просто вырубают. И от этих лекарств очень хочется курить. Поэтому, если вы хотите бросить курить, это не то время, когда можно бросать курить. Вы на этом можете только начать курить. Хотя вот электроночка вообще-то спасает. Нормально. Вот, и от этих лекарств еще первые пару недель, пока ты их принимаешь, от них очень хочется спать. И их вообще-то нельзя смешивать с энергетиком, но я смешиваю. И от этого у меня тремор небольшой. Но я надеюсь, что я выживу. Отпишитесь, пожалуйста, по качеству картинки от канала. Подпишитесь на канал. Также смотрите клип, который вышел недавно. Отпишитесь. Всё. Продолжение следует...